Здравствуйте! Это программа «Новосибирская неделя» Крупным планом о самых заметных событиях в городе Смотрите сегодня в нашем выпуске Подписал распоряжение, приостановил до конца года внедрение этой проплаты Но представил не просто время А за это время что сделать? Во-первых, мы сделаем перерасчет за эти два месяца Двойной тариф на горячую воду отменили Управляющие компании, завышавшие цены необоснованно, проверяет прокуратура Однако рост коммунальных платежей неизбежен Стройка в Нарымском сквере отменяется Была запутанная долгая история Сегодня ставим точку, здесь будет сквер Заброшенную стройплощадку вновь присоединят к скверу и благоустроят Зеленый бульвар создадут за театром оперы и балета Более трех десятков новых парков и скверов разобьют в городе Прорубали там, где надо нам входы Убирали там, где не надо нам входы То есть меняли местами очень многие комнаты К частным детским садам смягчили санитарные требования Но больше коммерческих групп от этого не стало Общественники тем временем создают в городе службу бабушка на час Чем ближе 6 апреля, тем острее становится предвыборная борьба Некоторые кандидаты на пост мэра Новосибирска В ход пускают все возможные способы устранения соперников Вот, к примеру, должен исполняющий обязанности мэра уходить в отпуск или нет Пришлось выяснять аж в двух судах Служитель Фемиды Центрального района Новосибирска Решила, что Владимир Знатков обязан уйти в отпуск В обратном не убедили ни письмо Генеральной прокуратуры страны Ни разъяснение Центра избиркома В четверг областной суд вынес свое решение За исполняющим обязанности городоначальника Сохранили статус кандидата на пост мэра Суд удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Знаткова и его представителей Планы остаются теми же Единственное, мы вот этот эффект растерянности Который попытались другие участники компании внести в голову Уже определившихся, тем более наших однопартийцев Он сегодня устранен Все понимают, что никакие фокусы, изыски Или там какие-то трюки хитроумные Не помешает Владимиру Михайловичу дойти до дня голосования При всем при этом в таком сложно составляющем состоянии Когда он еще отвечает за работу огромного мегаполиса Вот и независимые народные избранники Вместе с депутатами оппозиционной фракции На этой неделе устроили демарш на очередной сессии городского совета Опять же из-за предвыборных разногласий Парламентарии покинули зал заседания И поставили под вопрос принятие очень важных для новосибирска решений В том числе обсуждение двухкомпонентного тарифа на горячую воду Недовольство новым способом расчета ее стоимости С начала года высказывали и собственники, и представители власти На этой неделе исполняющий обязанности главы региона Владимир Городецкий все-таки ввел мораторий на двойной тариф Мария Черешнева выяснила Это снижение платежей ненадолго Лучше бы не видела этой квитанции, вздыхает Любовь Иванникова В этом месяце за горячую воду начислили на 100 рублей больше Сумма лишь на первый взгляд незначительна Но для тех, у кого каждая копейка на счету Это серьезный удар по бюджету Для пенсионеров это большая разница Если пенсионеры, ну, даже пусть получают 10 тысяч Вот заплатите, там на 100 рублей больше, там на 100 Лекарства-то тоже дорогие Между тем, под это повышение тарифа в Новосибирске попали почти 2700 домов Платежи за горячую воду изменились в начале года Тогда многие заметили, цена выросла почти вдвое Изменился и внешний вид квитанции Вот платежный документ за январь Здесь только одна графа с горячей водой В февральском квитке их уже две Это и есть двухкомпонентный тариф Теперь жители платят отдельно за саму воду И отдельно за ее нагрев Впрочем, вскопитить чайник оказывается куда проще, чем разобраться, почему в некоторых домах горячая вода стала таким дорогим удовольствием Особенно не повезло тем, у кого установлены счетчики Парадоксально, но у их обладателей платежи стали больше В эту среду Совет депутатов Новосибирска обратился к региональным властям с просьбой отменить двухкомпонентный тариф Владимир Знатков, в свою очередь, заявил Логика такого тарифа нарушает логику самого закона об энергосбережении Только что мы призывали людей ставить счетчики, экономить И вдруг департамент по тарифам Новосибирской области принимает такое, на мой взгляд, неправильное решение Эти доводы убедили и временного главу региона До 10 апреля плату за горячую воду пересчитают, пообещали в правительстве Подписал распоряжение, приостановил до конца года внедрение этой проплаты Но представил не просто время А за это время что сделать? Во-первых, мы сделаем перерасчет за эти два месяца с 1 января А во-вторых, обязательно, как технари наши говорят, технические работники Что можно найти решение Нам придется все равно переходить на двухкомпонентную оплату Потому что это федеральный закон все-таки Прокуратура Новосибирской области сейчас проверяет правомерность и повышение тарифов несколькими управляющими компаниями А расчет по новой системе отложили до следующего, 2015 года Впрочем, долго радоваться уменьшению коммунальных платежей не получится Очередное повышение тарифов ЖКХ традиционно запланировано на 1 июля В среднем цены поднимутся на 4%, в том числе на горячую воду и отопление Мария Черешнева, Алексей Андробаев и Дмитрий Кан Новосибирская неделя И в продолжении коммунальной темы Ежемесячные платежи на капитальный ремонт дома тоже отменили до 1 января Старт областной программы перенесли Не исключено также, что в регионе изменят и установленный ранее тариф 7 рублей 10 копеек с квадратного метра Этот вопрос правительство обсудит в ближайшие две недели Заверил исполняющий обязанности губернатора Уменьшить размер ежемесячного платежа на 20% Рассчитывают за счет исключения из очереди на ремонт аварийных домов На этой неделе поставлена точка в многолетних спорах о судьбе Нарымского сквера Строить там не будут, напротив, в ближайшее время К радости активистов, ратовавших за сохранение зеленого уголка в центре города Его ждет масштабное обновление Участок, на котором планировали возвести гостиничный комплекс, благоустроят Сейчас архитекторы разрабатывают варианты планировки еще одного сквера За театром оперы и балета Трамвайное кольцо из него перенесут в район автовокзала Кроме того, сквер с центральным парком свяжет небольшой бульвар О том, где еще в городе зелени станет больше, расскажет Вячеслав Горчаков Теперь я услышал, что больше нам судиться не надо Все, да, не надо Многолетние тяжбы за Нарымский сквер остались в прошлом Исполняющий обязанности мэра заверил активистов Строить здесь гостиницу не будут Все, застройщик землю нам по мировому соглашению передал Земля сегодня уже в муниципальной собственности Сегодня застройщик вывезет свои последние, тут вот у него КПТН-ка, сваи Мы начинаем здесь сами охранять и работать Ну, была запутанная долгая история Сегодня ставим точку, здесь будет сквер Крупные деревья не тронут, рядом с ними посадят новые Березы, рябины, лиственницы, как в остальной части парка Но сначала нужно убрать покосившиеся заборы и сваи, закопать котлован Благоустройство начнут с потеплением, закончить планируют к августу Скорее всего, этот участок не будет выбиваться из общего ансамбля на Рымского сквера Но решающее слово за горожанами С ними обсудят готовый проект Вот мы пересекаем с вами этот сквер Видим, что он сильно постарел Деревья больные в основном Территорию за оперным театром тоже ждут масштабные перемены Прогнившие клёны, неухоженные тропы, трамвайные рельсы Общественники уверены, этот сквер достоин лучшей участи Я думаю, здесь замечательное насаждение можно создать и решить эту задачу Готового проекта для этой территории пока нет Есть только эскизы И, судя по ним, трамвайное кольцо отсюда перенесут в сторону улицы Восход и Зыряновской Там, где сейчас ездят машины, будут ходить люди Планируется, что широкая пешеходная дорожка растянется вдоль всего сквера И даже достигнет центрального парка В таком случае автомобилям, которые движутся от площади Ленина по Орженикидзе Придется объезжать оперный театр по улице Каменской Движение на этом участке могут сделать двусторонним Эскизы показали общественникам и главе города Одна из идей – разместить под будущим сквером подземную парковку Но смогут ли над ней расти деревья? Сегодня в техническом задании, думаю, надо это еще раз указать Пусть специалисты, ученые, озеленители посмотрят Если деревья там будут расти, то, конечно, парковку там надо делать Окончательный проект будет готов в апреле, к осени его представят на суд горожан Всего в Новосибирске в этом году начнут реконструировать или создавать с нуля Более 30 зеленых зон в разных районах К тому же в городе определили три участка под большие парки На улицах Волховской, Лежена и Кедровой Вячеслав Горчаков, Мария Черешнева, Алексей Андробаев, Новосибирская неделя В городе прошел традиционный день опекуна Уже в девятый раз честовали тех, кто взял на себя ответственность по воспитанию сирот Об опеке и попечительстве говорим с председателем профильного комитета мэрии Новосибирска Яной Малошенко Здравствуйте, Яна Юрьевна В городе сейчас есть планы по сокращению числа детских домов И понятно, что не всех детей смогут усыновить Какие плюсы опеки в этом случае есть? Вы знаете, планы по сокращению детских домов Это не значит, что планы ради сокращения Просто естественным образом складывается ситуация, что все больше детей Из наших учреждений, из домов ребенка, из детских домов передаются в семьи Плюсы, конечно же, нахождения ребенка в семье, они очевидны Никогда ни одно учреждение государственное не даст всех тех условий для жизни Для вот такой успешной социализации Все-таки самым лучшим институтом, конечно, является семья, а не государственное учреждение Насколько в последнее время упростилась процедура оформления опеки и получения тех же документов? Государство в последнее время очень активно принимает участие в изменении законодательства Потому что сфера опеки и попечительства, она очень четко регламентирована законодательством Потому что все-таки это судьбы детей И юридически все очень строго При оформлении опекунства всегда требовалась справка о санитарно-техническом состоянии Того помещения, где проживает опекун Сейчас из обязательного условия эта справка тоже убрана Что нам очень тоже важно для нашей деятельности У нас есть опека временная, есть опека предварительная И здесь продлен срок вот этой вот опеки до 6, в иных случаях до 8 месяцев Соответственно, также законодательством стало обязательным предварительное обучение От кандидатов в замещающие родители И в городе у нас работает несколько школ приемных родителей Где еще на этапе принятия ребенка в семью Дается профессиональное обучение психологами, социальными педагогами, юристами, медиками Работает служба семейный вопрос Когда всегда можно и позвонить, и в интернете задать этот вопрос Всегда будет оказана помощь Чтобы наши опекуны, наши приемные родители Были готовы к тем возникающим трудностям в воспитании детей Спасибо вам за разъяснение, всего доброго Продолжаем выпуск Активисты одного из новосибирских ТОСов решили создать в городе службу бабушка на час Это когда пенсионерки в свободное время могут посидеть с вашим ребенком за символическую плату Для тех, у кого родные бабушки далеко, а очередь в детский сад еще не подошла Это действительно вариант Между тем, нехватку мест для дошкольников, по мнению федеральных чиновников Сейчас должны компенсировать коммерсанты Открыть на дому группу с недавнего времени действительно стало проще Санитарные требования к частным детским садам смягчили Ольга Маховская выясняла, стало ли коммерческих групп больше Алло, мам? Мам, можешь с Настей посидеть? Ну а что мне делать? Ну пожалуйста, мне не с кем ее оставить Родные бабушки заняты или далеко? На помощь мамам готовы прийти пенсионерки-волонтеры Бабушка на час такой проект решили организовать в одном из новосибирских ТОСов Есть свободные бабушки, у которых дети уже выросли Которые своих детей воспитали, воспитали своих внуков И пожалуйста, они готовы предоставить свои волонтеры, свои услуги Посидеть с ребенком час, два, три Пока бабушек по найму только набирают В основном из бывших педагогов Хотя потом все обязательно пройдут специальное обучение Бабушка, я собрал! Собрал? Ну молодец! Воспитателя Софью Федоровну в домашнем детском саду все дети зовут именно так Ну а гостиную здесь принято называть игровой комнатой В принципе, это обычная стандартная квартира, которая служит нам как детский сад Гардероб с личными ящиками умещается в обычной прихожей В кухне поставили детские столы Игровая легко превращается в спальню, стоит только выдвинуть детские кроватки Сюда родители приводят тех, кому пока нет места в обычном детском саду Наша очередь еще не подошла и возможно даже не подойдет еще этой осени Здесь на данном жиломассиве просто садиков не хватает Вот частный садик, это один выход только Такой выход из положения вполне оправдан, считают и федеральные чиновники Минобранауки даже стараются создать условия для развития мини-групп в квартирах Это детский сад государственный Рядом с ним находится жилой дом, в квартире которого тоже может быть детский сад Только частный Еще месяц назад требования для них были одинаковыми Теперь жизнь частников упростили, отменив для них ряд правил В туалете один унитаз детским садом не станешь В дворе на общей площадке гулять нельзя, нужно отдельно огороженное Новые нормы эти запреты для предпринимателей сняли Естественно, много таких детских садов имели нарушения То есть вопрос возникал, почему к ним применяются такие требования, которые вроде как не совсем может быть корректны к этому типу помещений Послабления не коснулись организации питания, отмечает директор частного детсада Соблюсти здесь все нюансы гораздо сложнее, чем обеспечить каждого горшком Ожидаемого властями резкого увеличения мест в частных садиках все же не будет Проще она не станет Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы обеспечить всех ребятишек Я не знаю, как в других городах, у нас очень активно ведется строительство садов Я думаю, что этот вопрос будет скоро просто снят И детские сады, частные детские сады, они будут действительно частными и равноэлитные А вот Раиса ажиотаж заметила На днях открывает еще одну группу Предпринимателей стало больше, на самом деле, в этой сфере Мы работаем не год И вот буквально, когда мы искали квартиру для последнего детского сада Очень тяжело найти квартиру Потому что либо уже в этом доме есть частный детский сад Либо в этом доме тяжело найти Особенно в новых районах, где очень много молодых семей с детьми Тем не менее, пока в городе выдали только одну новую лицензию И официально работают 17 частных детских садов Ольга Маховская, Максим Федосеев и Дмитрий Кан Новосибирская неделя И последнее Грачи прилетели Это я не о знаменитом полотне из Третьяковской галереи, а о картине, что можно наблюдать сейчас в окрестностях Новосибирска Правда, здесь уже автор не Алексей Саврасов, а сама природа Птицы вернулись в Сибирь, как и положено, в 20-х числах марта Прилетели они, может быть, и в обычной сроке, но вот сейчас они ведут себя уже как будто бы уже наступил апрель И они заняты распределением по гнездам и достройкой гнезд По крику грачей можно перепутать с вороной, но внешне птицы все же отличаются У вестников весны более грациозная осанка, своеобразная расцветка клюва и лап Пока птицы заселяют гнезда в Березняках, поближе к полям, где корма больше В самом Новосибирске, как сойдет снег, эти птицы тоже поселятся Правда, в городе соседство с такими крикливыми пернатами мало кому нравится Это были самые интересные и заметные события прошедшей недели в жизни города Материалы нашей программы также на сайте Новосибирских новостей Всего хорошего! Новосибирск